В торжествах, посвященных 72-й годовщине Великой Победы, в городе над Бугом приняло участие порядка 30 тысяч человек. В первых рядах те, кто ковал Великую Победу. Ветерану Великой Отечественной войны Константину Кругликову 93 года. Солидный возраст, целая жизнь, событий в которой хватило бы на несколько. Полковой разведчик свой бой за родину начал в 42-м и прошел почти до мая 45-го. В апреле получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Несмотря на возраст, Константин Максимович в строю и сегодня. В строю солдат Великой Победы. Сейчас будем встречать этот праздник в крепости. Как всегда, прекрасно, хорошо, с большим настроением, с радостью, как говорится. Когда у нас 72 года назад такой день был замечательный, который мы сильно крепко восторжествовали. А сейчас уже 72 года подряд встречаем в мирное время. В настоящее время на Брещене проживают чуть более 1400 ветеранов Великой Отечественной войны. Порядка 2150 узников фашизма. Очень важно успеть сказать слова благодарности, окружить заботой и опекой тех, кто не отдал врагу ни пяди родной земли, не сломался, выстоял. У нас больше всего внимания уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. Во всех отношениях. Они все обеспечены жильем хорошим. У нас много создано учреждений, где они могут укрепить свое здоровье за счет государства. Кроме этого, пенсионное обеспечение достаточно на высоком уровне. Медицинское обеспечение. То есть социальная политика государства направлена для детей, для ветеранов, пенсионеров. И прежде всего, конечно, участников Великой Отечественной войны. Поэтому оно делается, делалось, будет делаться в дальнейшем, я в этом уверен. Кровопролитная война забрала миллионы человеческих жизней. И тех, кто с оружием в руках оборонял родной порог, и простых, как принято говорить, мирных жителей. Практически нет в Беларуси семьи, историю которой Великая Отечественная обошла бы стороной. Практически в каждой есть кого вспомнить. И просто помнить. Не только в праздник. Потому что кроме нас, наследников поколения победителей, больше некому. Мир стремительно меняется, перекраивая не только настоящее, но и прошлое. Нельзя допустить, чтобы канул в лету подвиг советских людей. Спасших без преувеличения весь мир от коричневой чумы. Крепость мы ходим каждый год. Крепость это торжественная, огромная площадь, которая дает нам заряд бодрости. Которая дает нам уверенность в нашем дне, в завтрашнем дне. Потому что эти ветераны, которые воевали, они создали для нас условия. И мы этими условиями пользуемся сейчас. Мы взяли их как в долг и должны отдать. Мы желаем всем долголетия, мирного неба над головой, счастливой жизни. И, конечно, соблюдать традиции всего нашего поколения. И старого, и нового, молодого. Пусть все живут и здравствуют. Свободной, счастливой стране. Сегодня День Победы. Сегодня такой день, который для нас является самым трогательным и самым, наверное, теплым. Мы внуки войны. Наша мама родилась в 41-м. И мы День Победы проносим каждый год как что-то такое теплое, родное. Много погибло людей. Ну, поэтому надо отдать свою память. И даже приучить своих детей, чтобы они помнили про этот день. Всем нашим ветеранам, которые еще в данный момент живы, здоровья побольше и долгих лет жизни. 9 мая 2017-го выдалось не по-весеннему прохладным, но это не стало преградой. В мемориал Брестская крепость-герои приходили и семьями, чтобы помолчать, поклониться вечному огню, сказать спасибо ветеранам. И, вероятно, это лучшая и самая важная награда для них, для солдат Великой Победы. Видите над головой 72-е мирное небо и потомков, которые точно знают, что за праздник приносит ежегодно 9-й майский день. 9 мая – это победа.